Татьяна Попова живет в Крутых Ключах в доме прямо по соседству с контейнерной площадкой. Она лучше остальных ощущает неудобства, если они есть. Впрочем, это бывает нечасто, говорит женщина, и после первого же обращения к региональному оператору их оперативно устраняют. Я активно пользуюсь интернетом, доступно в любой момент, в любой соцсети, на связь выйти с ними, потом у них есть своя страничка, свой сайт, то есть можно там оставить свои пожелания, претензии. Отвечают достаточно быстро и оперативно. Вывозят вовремя, чистят нормально, убирают. Шума машины и вывоза мусора не слышно, хотя вот рядышком живут. Проверить, насколько рекоператор оперативно реагирует на заявку, несложно. Отправлен запрос в одной из соцсетей. Ответ приходит через минуту. Тем, кто с интернетом еще в стадии знакомства, на помощь приходит председатель местного ТОСа. Он выступает в качестве консультанта. Если в микрорайоне жители обнаруживают проблему, они обращаются к нему, а он, в свою очередь, разбирается и передает заявку рекоператору. Очень активно нам помогают по КГМ, крупногабаритный мусор. У нас часто бывает, что какой-то диваны, шкафы, что-то крупное такое, потому что здесь все-таки жители часто переезжают, меняют мебель. Все-таки это новый микрорайон, и этот мусор активно появляется, но в то же время его активно убирают. Всего в микрорайоне проживают порядка 70 тысяч жителей. Установлено 20 контейнерных площадок. В среднем одна площадка на 10 домов. Контейнеры здесь отличаются от тех, что установлено в других частях Самары. Один бак по габаритам равен двум тем, что мы привыкли видеть у себя во дворе. Обращаются к региональному оператору не только с просьбой вывести мусор, но и с вопросами по счетам в квитанциях. Например, чтобы сделать перерасчет, не обязательно бегать по кабинетам. Достаточно оставить заявку онлайн. Все вопросы, которые задаются, конфиденциальны. Если предоставляется информация для корректировки и внесения корректировок в лицевые счета, данные передаются в расчетный отдел и в этот же день вносятся корректировки. Обращаться к региональному оператору можно и через Центр обслуживания населения, а также по электронной почте и горячей линии. Мария Леевна, Григорий Плешаков, События.